Замечательный милский инженер, ну инженер, он только так тоже деньги зарабатывает, на самом деле он потрясающий автор задачи для школьников, Игорь Федорович Аковлевич. Мне вам очень нравится, подберите, какие вершины выгодите, какие вершины не выгодите. Если вы берете любую вершину и ее соседей, то там среди этих точек должно быть нечетное количество выкиданных вершин. Тетрайдер, смотрите. А? Тетрайдер. Решу? Да. Вот эту клетку отмечать. Отмечать? Да, вот этот райдер. И здесь? Да. Отмечать. Отлично. Коля предлагает такую конструкцию. Смотрим. У выделенной вершины ноль выделено. Отлично, четное число. У невыделенной вершины три штуки. Замечательно. Придумал. Придумал. А вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть еще такие конструкции? Да? Есть. Пожалуйста, идуйте. Я надеюсь, что вы картинку, а вы мне ее скажете. Что закашивает, что нет. Что выделять, что не выделять. Пожалуйста. Выделять. Дальше. Выделять. Нет. 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 Да. Выделять. Да. Выделять. Отлично. Проверяю. У этой три штуки. Считай вершину и соседи. У этой одна. У этой одна. У этой три. У этой три. У этой одна. Отлично. Отлично. А вот теперь, понятно, что можно перебрать. Понятно, что можно перебрать. Понятно, что можно нарисовать любой какой-нибудь пирам. У него тоже такую конструкцию. Ребята, что будет, если я сейчас нарисую какой-нибудь достаточно сложный пирам. То есть, если я нарисую не красивый пирам, где подходят красивые конструкции, а я нарисую какую-нибудь собачку. Это будет голова, это будет туловище, это будут ноги, это будет хвост. Больше. Говорят, что это было вообще. Нет. Что еще прорисовывать? Уши. Уши. Нос. Интересно, откуда я и уши буду рисовать? Уши трюгольные. Дайте я лучше волосы нарисую. Пойдет? Ребят, дело в том, что, извините, любая лишняя вершина, это для меня... Я не забирал картинку. Нет, дайте с души. Вы знаете, мне и так хватит. Я сейчас вам объясню. Как можно без полного перебора, в соответствии с темой наших сегодняшних занятий, системы линейных уравнений над поле вычета, по-моему, как вам, как нужно решить эту задачу? Оказывается, все легко. Надо каждое вершине присвоить букву. А вот сейчас нужно написать систему. Посмотрите, из какого количества уравнений. Для каждой вершины будет свое уравнение. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Будет аж одиннадцать уравнений. Они выглядят очень просто. А плюс Б плюс сравнимо с единицей по модулю. Проще говоря, сумма А, Б и С ничего. Так, все эти наши неизвестные принимают значение в очень простом множестве. Только ноль и один. Ноль – это вершина не выбрана. Единица – вершина выбрана. Я повторяю условия задачи. Надо, чтобы для любой вершины графа, когда вы посмотрите на нее и на соседей, то там было бы нечетное количество выбранных вершин. Дальше. А плюс Б плюс С – это опять-таки единицы. Только я сначала пошел для А, а теперь я пишу для Б. Дальше. С, Д и Ж – это у нас кто? С, Д и Ж. С, Д, Ж. А нет, еще А. Еще А. А, С, Д, Ж. Еще Б. А, Б, С, Д, Ж – это тоже единицы. Отлично. Я написал уже уравнение для С. Теперь уравнение для Д. С – это С, Д, Е, Ф. Так, ребята, если я сейчас хотя бы в одном углу ошибусь, то все, у меня уже ничего не получится. Поэтому, пожалуйста, тщательно смотрите. Я написал уравнение для А, для Б, для С. Теперь для Д, да? Уравнение для Д, его входит в ядер. Потому что Д связано с четырьмя. Отлично. Теперь Е, это совсем просто. Е плюс Д – это единица. Хорошо. Дальше. Дальше. Д плюс Ф – это у меня тоже единица. Для Ж – надо написать, что Ж плюс Н – это единица. Для А, Ж – то же самое. А, Ж плюс Н – это единица. Для И – для И у меня будет так. Д, дальше, Ж, Х, И и Ж – это все вместе единица. Теперь для Ж – это будет С, И, Ж и Х. Это будет единица. И, наконец, для К. Это уравнение так записывается. Ж плюс К – единица. Ребят, заметьте, пожалуйста. Получилась система из 11 уравнений. Ну, на самом деле, первые два очевидно проносили. Поэтому я могу второе из них прямо сразу разочеркнуть. Давайте я буду эту систему упрощать. Здесь очень важная штука. Когда вы имеете дело с системой линейных уравнений, то на самом деле есть один метод, который надо вначале выучить, и он огромное количество задач решает. Метод последовательного исключения неизвестного. Да, что? Простите, я на линейных уравнений, а как составите линейных уравнений? Я в условии составил линейных уравнений. То есть, буква означает, выделена эта вершина или нет. Если она равна единице, значит вершина выделена. Если она равна нулю, значит вершина и выделена. Я смотрю на какую-нибудь вершину. Ну, например, на самую последнюю вершину как. Есть она, есть и вершина g. Вот в этих двух вершинах в сумме должно быть нечетное количество отмеченных. То есть, соответственно, g плюс а это единица по модулю 2. Понятно? И так я прошелся по всем вершинам. Так вот, метод последовательного исключения неизвестного. Это очень простая штука. Это вы смотрите по уравнению и говорите, что из этого уравнения там такую-то букву я выражаю. И после этого вы напеваетесь, что вы эту букву больше с остальным уравнением уже не можете. Например, смотрите на самое верхнее уравнение. a плюс b плюс c сравнимо с единицей. И прямо так и пишите. Единица плюс b плюс c. Так, вы понимаете, почему плюс и минус, по-моему, я тоже, правда? Поэтому я так и переписал. И теперь я могу пройтись по всем уравнениям, убрать из них везде букву а. Но в данном случае это очень легко. Достаточно это уравнение. У меня бы два слова-клеста встретилось, да? Я должен верхнее уравнение вычесть из нижнего. Получится d плюс g это 0. Отлично. d плюс g это 0. Остальные переписать. Понятно, что е выражается через d, правда? e это 1 плюс d. Соответственно, в этом месте я ничего не пишу, потому что здесь е нет. А вот когда буду переписывать остальные уравнения, вместо е буду подставлять 1 плюс d. Отлично. Итак, вот это уравнение я уже учен, это я уже учен, это я уже учен. Осталось вот это. То есть вместо е пишу 1 плюс d, соответственно, единичек тоже уничтожится. Получится c плюс f плюс i это 0. Отлично. c плюс f это 0. d плюс f это 1. Ну, давайте, я не буду пытаться уже сейчас экономить. g плюс e это 1. Я могу сразу переписать на одну доску, чтобы все видно. g плюс e это 1. h плюс e это 1. Дальше, ну, там вот идет что-то ужасное. d, g, h и ж. Ужас. d, g, h, и, ж. Это 1. c и ж, k. Сейчас. c, да, c еще не выражено. c, и, ж, k. Это и ж плюс k. Это и без x. Так, давайте, господа, изучать эту систему. Смотреть, можно ли здесь еще что-то прощать. Конечно, нужно. А именно, можно считать, что d плюс g 0. Это на самом деле выражение для d. Отлично. Итак, d это то же самое, что g. Кстати, я вставляю сюда. Вот здесь получается, что это на самом деле ж. И теперь везде прохожу по всем уравнениям. Мне это легко, потому что мне есть ряд. Вам это сложнее. Но все равно, все равно, все равно, все равно. Итак, d это g. Все, да? Теперь смотрите. Здесь у меня есть g плюс g. Это, конечно, много. Поэтому я это уже стерили. Все? Больше нигде d нет? Или есть? Нет, правда? Больше нигде нет. Хорошо. Теперь я смотрю на какое-то следующее уравнение. Например, есть вот такое замечательное уравнение. g плюс k единица. Хорошо? Значит, k это на самом деле. g плюс k это единица. Вместо k подставляю сюда 1 плюс g. g плюс g даст 0. c плюс i это 0. Говорят, видите, что k есть в этих уравненях? Нет, больше k не будет. Отлично. Отлично. Теперь делаем дальше. О, видите, f. f это 1 плюс g. Все, стираю здесь. Стираю здесь. Вместо f пишу 1 плюс g. c плюс 1 плюс i плюс g. Я вместо f написал 1 плюс g. Это уравнение стираю. Значит, это у меня будет 0. Так, заметьте, уравнение осталось не так много, поэтому есть шанс все это доделать. Так, а буква f еще есть? Здесь нет. Буквы k тоже нет, буквы d нет. То есть у меня уже опять можно выражать, да? Что можно выражать? Например, здесь удобно выразить букву g через n. Отлично. g это 1 плюс i. Все. Стираю это. И теперь надо вместо g везде подставить 1 плюс i. Подставляю сюда 1 плюс i. Все это уничтожается. Получается, что h это 0. Стираю это уравнение. h это 0, поэтому и это единица. Стираю это уравнение. И это единица. c плюс i это 0. Значит, c это тоже единица. Стираю это уравнение. И теперь подставляю сюда. Значит, c это единица. Это единица. i это тоже единица. А значит, g это что? g это единица. Отлично. Значит, я стираю эти уравнения. Пишу, что g равно единица. Теперь легко все вычислять. Смотрите. 1 плюс 3. Это на самом деле 0. 1 плюс g это на самом деле 0. 1 плюс g это 0. g это единица. Так, 1 плюс g это 0. Что такое b и c? c это единица. Что? c это единица. Что такое b? Свободно неизвестно, потому что у вас две... То есть, получается, что я сейчас пишу, что а это b. При этом они могут быть какими угодно. Правильно? Правильно. Все. Возвращаюсь к картинке. Итак, c это единица. Значит, я эту точку должен выделять. i это единица. Я ее должен выделять. Отлично. h это 0. Я ее не выделяю. g это 0. Тоже ее не выделяю. Так, так, так. f тоже не выделяю. k не выделяю. Так, что еще? d и g выделяю. Выделяю, g выделяю, d. e не выделяю. a и b. Вот здесь два варианта. Давайте я поставлю одновременно, что я их выделяю, и что можно не выделять. Так, давайте проверять. У этой вершины одна выделенная соседка. Отлично. У этой одна, у этой одна. У этой три. То есть она и 5. У этой одна, у этой одна, у этой три. У этой либо 5 вместе с ней, либо 3 идеально. Что это? Значит шею.